Выставка из 50 макетов культурных и архитектурных зданий Екатеринбурга и Свердловской области. Изначально выставка у нас делалась для людей с нарушением, либо с отсутствием зрения, а затем уже решили, что она будет у нас полностью инклюзивная. Незрячий человек, даже посещая какой-то новый город, какую-то экскурсию, обычно знакомится со зданиями очень однобоко. Допустим, мы можем посмотреть забор его формы, стену можем потрогать, дверь какая. До наличников окон, если дотянемся. То есть получается какой-то маленький фрагмент. А здесь здание буквально в обхвате руки, и можно все его охватить, осмотреть, как окна расположены. Мало того, крышу снять, посмотреть внутри. Познакомившись с этой выставкой, незрячим людям можно вообще узнать, что такое архитектура. Не просто о городе, а вообще узнать, что такое архитектура, потому что для незрячего человека здание – это обрывки рассказов. Цель нашего проекта, чтобы за короткий промежуток времени можно было познакомить любого посетителя нашей выставки с культурой, архитектурой и историей нашего города и области. Мне кажется, что уникальность этих макетов в том, что их можно потрогать, взять любые детали, снять крыши. Можно посмотреть, какой будет город, какой сейчас и какой был. Вот мне очень нравится это. Тактильное восприятие, оно может быть интересным и зрячим людям. Вот проверить себя. А как это в тактильном восприятии? Тут и крыши открываются, тут и маленькие фигурки, и подсветка. Это так красиво. Я прям не верю, как они вот это все сделали. Все реагируют очень позитивно. Дети – это самые такие активные, позитивные, да, у них эмоции зашкаливают. Особенно, когда открываешь крышу, такой вау-эффект производит. Взрослые, на самом деле, они такие же, как и дети. И те здания, которые непосредственно имеют отношение к ним, где они либо учились, где сейчас работают, либо если они как-то пересекались жизни с этим зданием, они сразу превращаются в детей и точно так же на это реагируют. Помимо того, что уже сделано, хотим сделать еще дополненную реальность, сделать голоса зданий, делать ароматы зданий. То есть максимально те здания, у которых масштаб допускает такое, мы хотим сделать внутреннее наполнение еще. У нас очень много идей, чем ее можно дополнить. То есть рядом с каждым макетом мы хотим сделать большую фотографию, постер того здания, в каком состоянии оно сейчас находится. Да, также разместить наш фотопроект, где мы вывозили наши макеты и фотографировали их на фоне здания непосредственно, чтобы люди видели тоже, насколько они соответствуют, что это вот четкое сопоставление одного с другим идет. И также мы хотели разместить картины наших известных художников, которые арестуют наш город. В данный момент у нас две проблемы. Основная – это, конечно, финансирование данного проекта. И второе – это помещение. Почувствую город своими руками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова